Я на Рейдик залетел, о соседе ты мечтал. Вот он я и Рейдик здесь. Всем привет, ребятки! С вами Борода, это Лас Дейчик и мы сегодня посещаем нашего первого соседа, которого зовут Феникс. Дружище, если это твой ник, то приветик тебе. Ну что, давайте посмотрим, что есть у него в запасе, взломаем и порадуемся луту. Я припас себе несколько топориков, поэтому готов, надратим задницу. Итак, взломаем первый кейс, довольно примитивный лут, очень слабый, как по мне, забираем с собой некоторые вещи. Это мы оставим ему, пошли дальше, ломать стены и смотреть, что здесь есть еще вкусного, приятного. Я знаю, ребятки, что сейчас мы, так сказать, посещаем, рейдим бота соседа, это естественно, это понятно. Не надо мне по поводу этого спамить миллион пятьсот раз, это все ясно и так. Так вот, ребят, это не суть, это не важно, ведь смысл в том, что мы впервые посещаем нашего соседа. Так, хорошо, вот здесь можно сместить, здесь тоже можно сместить, таким образом мы выиграли немного места. Ломаем дальше, делаем несколько топориков, можно сразу, в принципе, это позволительно по инвентарю. И проходим дальше, давайте посмотрим, что я смогу у него еще украсть. Я надеюсь, что я найду несколько движков, это было бы очень вкусно и очень приятно. Мне как раз сейчас очень сильно не хватает двигателей, понимаете? Так, здесь у нас требуется железный топор, там требуется С4, это все, конечно, круто, но, как вы понимаете, очень сильно затратно. Правильно? Правильно. Поэтому пройдем, посмотрим, что у нас есть здесь. Так, взломаем этот сундук. Внутри, так, нет, вот, хорошо. Здесь есть немного металлолома, болты, которые мне, кстати говоря, очень даже нужны. Ну, короче, здесь все по ресурсу. Пока что ничего редкого нету на самом-то деле. Я заметил, что теперь, чтобы что-то вскрыть, надо, конечно же, это все сломать. Раньше такого не было на самом деле, ломать ничего не надо было. Ты просто заходишь к соседушке и находишь вот такие вот книжечки, как нашел я только что. Хорошо, забираем. Это, кстати, очень вкусно. Мне нравится. Вот сейчас мы нашли неплохой лутецкий. И здесь есть и еда, и лопата есть. Это все нам пригодится, естественно. Я думаю, вы прекрасно понимаете, зачем. Хорошо, еще бы один взломать, и было бы великолепно. Но у меня, наверное, не хватает камня, скорее всего. Потому что больше я топор не скрафчу. А если я не ошибаюсь, здесь мы нигде топора не нашли. И камня тоже. Прискорбно, печальненько, я бы даже сказал. Потому что нам бы еще не помешало хотя бы несколько топориков сделать. И было бы великолепно. Сейчас мы посмотрим, что там есть в дальнем ящике. Да, здесь, к сожалению, нет ничего. Но, не страшно, друзья. Для таких вот моментов я припас у себя в инвентаре пару десятков лишнего камня, которые я смогу забрать с собой. Хорошо, давайте создадим топорчик. Сломаем котелок. Хорошо. Здесь всего два угля. Ничего интересного. Сломаем сушилку для мяса. Здесь четыре галеного мяса. Это уже более-менее интересно. Так, здесь еще мясо. Хорошо, мясо можно забрать. Так, девять единиц сушеного мяса. Это неплохо. Так, хорошо. Делаем топор. Взламываем здесь руда. Но руды немного. Давайте взломаем стоило под конюшню. Бесполезно. На самом-то деле вышло. Там ничего нет интересного. Хорошо, тогда мы забираем, ребят, с собой. Давайте сместим вот так вот по максимуму. Хорошо. Я оставлю здесь пиво. Пока что это не столь необходимо. Я оставлю здесь шкуру. И я оставлю здесь ломаный топорик. Он мне не пригодится на данном этапе. Хорошо. Здесь больше я ничего. Кстати, гвозди. Мне кажется, гвозди тоже стоит забрать. А камень и дерево можно пока что оставить здесь. Не столь ценный ресурс, как мне кажется. И первостепенно его можно не точить. Потом заберу по ходу, когда буду уходить. Воду. Воду я тоже здесь оставлю. Сейчас ее выпью, наверное, скорее всего. Так, она там не пригодится. Две бутылки выпью. Одну бутылку оставлю здесь. Шкуру. Я думаю, пока можно переместить. Мы пока более интересного ничего не нашли. Так. Здесь у него, как всегда, все самые ценные вещи, ребят. Трансмиссия. Хорошо. Посмотрим, что здесь у нас в этом кейсе. Так. Это мы смещаем. Теперь я три стейка выброшу. А болты возьму. Болты для меня сейчас более ценный ресурс. Они у меня стоят в приоритете. Поэтому, конечно же, это куда более крутая вещь. Хорошо. Здесь бы стоило забрать камеру и телефон. Но, понимаете, причина в том, что у меня нету станка для переработки. И пока что мне это не горит. В принципе, на этом все, друзья. Мы залутали первого нашего соседа. Дальше еще будет два видеоролика по поводу лута наших соседей. Посмотрим, что есть в остальных. Поменялось ли что-то, добавилось. И все в этом духе. Всем спасибо, друзья, большое. С вами был Борода. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok